Вот это да! А вы куда ездите, Саша? В лес. Да, мы с Максом ездили в прошлую субботу и ничего не нашли. Ну, потому что дожди прошли. Пошел купаться. Что там, купаться? Ну, пока не знаю. О, хорошенькие какие! Так. Подосиновенькие. Беленькие. Подберезовенькие. Папа сказал, что завтра давайте. Утро можно сходить. Утро на сколько? Час не завтрака. Ну, часов в девять. Часов в девять, да. Если мы поедем в час, да? Или в двенадцать. Ну, мы в час поедем в гости, да? В час поедем. То есть, если в девять пойдем, пару часов поедем. Очень жалко. Ну, что я с ними сделала? Промыла. Просто обдала кипятком и потом холодной водой. Ну, как бы отбланшировала. Теперь все сейчас сольется, стечет. И порционно уложу в целлофановые пакеты и заморожу. Промылаем. И все. Вторая партия грибов. Вторая. Но, глядя на мою собаку, мне становится очень-очень грустно. Весь в репейнике. Или я не знаю в чем. Чалюшка. Чешешься. Сейчас тебя папка почистит. Ты тоже ходил за грибами. Чалюш. Чалюш. Ну, посмотри сюда. Ты тоже ходил за грибами, да? Бедненький мой мальчик. Сейчас тебя вылечищу. Вылечищу. Вычешут. Где-то такой, нашел такой куст. Терпи, Чалюш. Терпи. Он терпит. Тихо-тихо глаз. Терпи, терпи. Терпи, терпи. Да, это под березовый кинобич. Так. Здесь у нас упаковано по 230 грамм. Белые грибы. Сейчас в морозилочку. Порционно. На одного человека. Ну да, вдруг... И места меньше занимают в морозилке. Да. Ну, кто-то хочет просто сейчас взять и поесть под березами. Да? Звук такой будет. Звук такой будет. Возвратительный. Раньше так на рынках китайцы упаковывали коробки. Мои дорогие, здравствуйте. Шикарнейший август. Шикарный конец августа. Теплый, легкий. Просто чудесный. Август порадовал урожаем. Яблоки. Яркие яблоки. Радует грибами. Дочки мои с Сашей ходят за грибами. Я не любительница ходить. Я уже говорила, наверное, года два или три назад на своем канале. Это связано с тем, что мы однажды с мамой ходили за грибами. А мне на тот момент... Я, как раз, во втором была. Мы заблудились. И мы часов десять ходили. Я представила... По лесу ходили. Не могли выйти из леса. Вот. И я представляю, как мама волновалась. Я-то что? Ну, ходила, ходила уставшая. А представляю, как маме было не по себе. Как мама волновалась. Где мы будем ночевать. Что там? Ну, не могу это себе представить. Даже на минуточку. Даже на секундочку. Такое солнце яркое. В общем, мы вышли на пионерский лагерь. В то время, помните, кто моего возраста. Был пионерский лагерь. И все время как бой звучал горн. Спать, спать по палатам. Пионерам и вожатам. Вот. И мы услышали, я не знаю, может быть, за полкилометра. И шли прямо четко-четко на звук. Ну, в общем, с тех пор я не любительница ходить. За грибами. Я просто боюсь леса. Что еще хотела сказать? Сегодня уже слили бассейн. Сегодня слили бассейн. Саша мне подключил кёрхер. И я буду очищать кёрхером стенки бассейна. Какие еще сегодня дела? Варить варенье. Разбираться со своими грядками, клумбами. Так что работы сегодня очень-очень много. В общем, всем хорошего дня. Вот всегда, как только беру камеру в руки, Чарли начинает тявкать, гавкать. Ну, такой чистенький относительно. Но вот я вижу, что стенки, ну, все-таки стенки грязноваты. Поэтому под зиму нужно подготовить. Я с такой грустью все-таки говорю. Лето шикарное было. С благодарностью принимаем и вспоминаем. Ну, хотя, что вспоминаем, и сейчас август, еще лето. В общем, все в порядке. Поехали. Поехали. Пришлось прерваться. Мы заказали в этот год не дрова, а брикеты. Целую тонну. Мне понравилось топить брикетами. Отлично. Маленькая машина. Чудесно. Сколько это тонна? Да. Сейчас посмотрим, сколько же это тонна. Вот дрова бы заняли очень много места. Хорошо. Часть дом, часть баню. Остальное, что останется, если останется. Остальное посолим и будем есть. Во всяком случае, это более аккуратно, технологичнее и чище намного. Так, пока у меня передышка с бассейном. Слушайте, как аккуратненько. Смотрите. Это просто чудесно. Ну, я чуть попозже расскажу об этих брикетах. Чуть-чуть попозже. Я там в сарае разобрался. Разобрался в сарае? Да. Хорошо. Освободил место для палетов. Брикетов. Я их путаю. Палет и брикет. Это мы с тобой вдвоем перетаскаем. Они не тяжелые. Ну, что там, они не тяжелые. Ну, тонну перенесем с тобой. Да немного. Это кажется, что тонну, тонну, тонну. Но это не так много. Слушайте-ка, 7 минут ушло на разгрузку. 7 минут. А хватит года на 2. Если не больше. Что это там? Чуть ворота не снесли. Ну, а я делаю свою любимую запеканку. Потом пойду чистить бассейн. Все просто. И я в прошлом видео показывала, как это легко и вкусно получается. Легко делается. Кабачок. Кабачков у меня много. Чуть посолила. Подержала, пока слился сок. Добавила 2 яйца. Можно 3, можно 4. Ну, и сыр потереть. Лучок не забыть. И поставить в духовочку. Будет у меня запеканка. Кроме меня ее никто не ест. Я всегда говорю. Так вот, мои дорогие. По поводу брикетов. Я читала очень много отзывов в интернете. Хотя я не люблю читать отзывы. Они бывают как и хорошие, так и плохие. И тем не менее, я разговаривала с людьми, которые перешли с дров на брикеты. И да, действительно, все довольны. Чисто, аккуратно. Это раз. Дольше тепло сохраняется. Единственный минус, когда топится баня, и мы это уже с дочками опробовали, потому что мы до этого, до того, как нам сейчас привезли, мы уже покупали эти брикеты и пробовали в бане. Да, тепло, да, жарко. Но для того, чтобы камни были горячие, все-таки нужны дрова березовые. Вот, поэтому для бани, чтобы попариться, они, скорее всего, не годятся. А для того, чтобы поддерживать тепло. Или растапливать баню, чтобы было комфортно и быстро было тепло. И, естественно, для дома. Но, поскольку у нас водяное отопление, и нам важно, чтобы вода, антифриз оставался как можно дольше, теплым, горячим, в ночное время. А сейчас я хотела вам показать, как работает киорхер. Ой. Не грохнутся бы, да, в воду. Вот, посмотрите, видно в углах грязь. Конечно, щеткой я не отмою. Ну, раньше же я отмывала, если вы помните мое видео, как я мучилась. А теперь я работаю киорхером. И, конечно, я работаю. ну вот смотрите какая получилась запеканочка ароматные румяные теперь можно потереть чесночок со сметанкой нарезать и подать к столу вместе зеленью приятного аппетита а а а а